вечер продолжаем наше общение и сегодня мы будем говорить у нас ведь как очень символично совпало у нас в израиле сегодня день памяти жертв катастрофы и нет ни катастрофа день памяти жертв павших в войнах день катастроф у нас прошел несколько дней назад у нас такой вот период час в году когда такие грустные даты и сегодня день памяти павших воинах израиля в террористических актах значит дает памяти этим людям вот и завтра у нас вот этот праздник вечером завтра верни не праздника это дата она переходит до в праздник который день независимости израиля добрый вечер добрый вечер сорок восьмого года существует наше государство оно молодое но уже очень много чего успела сделать и вот в такие дни как день скорби день памяти павших люди обычно понимают что нужно вот грустить нужно горевать плакать и ну как-то выражать свою скорбь но на самом деле весь наш мир он он создан как постоянно прогрессирующий такой процесс и поэтому нужно нам в жизни стараться чтобы все наши действия они были динамичные и продуктивные то есть создатель мира который создал наш мир и поддерживая нас нашу жизнь наше существование в этом мире у него нет цели чтобы мы просто так грустили как если кто знает кто не знает я сейчас расскажу в торе говорится о том что когда народ израиля вышел из египта то и подошли земле ханаанской то мужем отправил разведчиков то есть ложилась так ситуация что правильно развить в землю израиля чтобы разведать как эта земля и эти разведчики они дали не совсем правильные трактовки того что они видели то есть кто не спрашивал их скажем так и и мне задавали вопрос а что там происходит а какие народы населяют эту землю да творец им сказал вот так как вы перешли через красное красное море когда я вам сказал идите и они пошли как бы море расступилось то есть я вас виду сколько чудес сопровождала народ израиля по пустыне и также творец сказал что смотрите сейчас вот вы зайдете в эту землю эту землю я отдаю вам и мы говорили с вами про то что если творец что-то обещает это не значит что это будет когда-то и у вас они реальность минутная то есть вот сейчас это уже есть то есть ты просто должен 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 сделать какое-то усилие для того чтобы войти в эту реальность в данный момент или через какой период времени на реальность уже существующая и на израиль было заповедано зайти в землю израиля но люди испугались потому что разведчики придя начали рассказывать что они там видели и и они говорили что мы землю израиля и что земля она поглощает своих жителей то есть глотает своих жителей а объяснение было такое действительно жили очень громадные мощные люди на этой земле и но когда разведчики вошли в землю израиля они увидели что они почувствовали что они как стройках местных жителей то есть они были гораздо мельче и плюс они постоянно видели что местные жители кого-то хоронят и то объяснение которое они дали это то что значит земля населена великанами земля постоянно поглощает своих жителей при этом они также сказали что земля текущая молоком и медом финиковым но как бы первых было достаточно чтобы люди испугались и плакали на самом деле как бы это было субъективное описание земли потому что творец на самом деле несмотря на то что великаны действительно населяли но он отдал их потом руки народа израиль то есть израильцами очень легко победили этих великанов то что разведчики видели так много так творец объяснил что для того чтобы они не видели вас они занимались органами своих значит собратьев то есть опять же все было все было для для кто должны были войти в израиль но в землю израиля но люди просто дали неправильное объяснение сами себе дали то есть сами себя запутали и вот о чем мы сегодня собираемся говорить это как раз во первых пособы преодоления депрессивности там что не надо печалиться а во-вторых это как не не стать жертвой а если уже стал то не быть жертвой жертва имеется ввиду не то что кто-то нападает а именно эмоциональное ощущение себя жертвой что человеку кажется что все против него все против него его никто не поддерживает и так далее мы сейчас поговорим с вами о критериях критериях того что что как бы определяет во первых эти состояния жертвенности и и депрессивности и дальше говорить о том или параллельно будем говорить о том как они в эти состояния или как из них поскорее выбираться теперь когда я говорю сразу хочу оговориться что когда я говорю о депрессивности я не клинической депрессии когда человек уже настолько вымотан и разбитый как личность что ему просто необходима медицинская помощь профессиональная психиатрическая помощь врачебная помощь и лекарственная помощь то есть иногда люди находятся в такой депрессии что они просто без лекарств справиться не могут и мне часто задают вопрос о роду моей дети являюсь ли я противником или я за лекарство я вам скажу так что есть случаи когда действительно видишь по человек он чуть-чуть там ошибся он запутался скажем так больше более правильно и из-за этого он находится в состоянии депрессивности и его ему можно помочь там с помощью допустим каких-то упражнений занятий психотерапии но есть люди которым ни в коем случае нельзя пренебрегать возможность принимать лекарства и как мы с вами уже говорили что весь мир он создан творцом и создан для нас есть творец создает в этом мире лекарства значит они кому-то для чего-то нужны поэтому кому нужно тому нужно вот дай бог чтобы никому не нужно чтобы все были здоровы и так каждый из нас каждому из нас стоит задать себе вопрос я иду по жизни целенаправленно каким-то своим целям или меня несет по жизни как по бурной реке течением и я единственное что пытаюсь это только уклоняться от того чтобы меня не ударила какой-нибудь камень и или еще обо что-то и вся моя повседневность заключается в том что я обороняюсь от какого-то негатива который проистекает в моей реальности то есть я я как будто бы выживаю и это очень это очень непродуктивное и разрушительное состояние состояние нашего восприятия реальности которая нам всегда очень мешает которая нас выводит из распорядка в котором мы до могли бы проявлять свой потенциал свою уникальность и с помощью этого благодаря этому ощущать целостность своей жизни ощущает что мы счастливы в жизни теперь если человек чувствует что вот он составит цели своей жизни идет к этим целям осуществляет их удовлетворение от того что у него получается то что он хочет то разумеется это это гораздо более интересный сценарий жизни теперь в одном из законодательных трактатов в мишне который трактат называется по учению отцов там заложена вся вся этическая основа поведения и отношения человека отношения между людьми араби иуда носи говорит что человек должен в принципе выбрать себе дорогу в жизни по которой он будет идти и как бы смотреть за тем чтобы не сбиваться с этой дороги то есть другими словами все что в нашей жизни происходит оно зависит от нас теперь человек может сказать ну как от меня зависит вот я жертва обстоятельств да и или каких-то жертва еще как каких-то причин что я могу сделать мы сегодня будем говорить о том что мы можем сделать в подобной ситуации вот но в принципе в любой ситуации мы можем выбирать сегодня об этом будем много раз говорить мы можем выбирать как относиться к той реальности в которой мы находимся то есть не говорит что ну вот все вот вот реальность такова и я ничего не могу сделать ты можешь делать помните мы говорили с вами я приводил примере я очень люблю что когда ты идешь к цели а у тебя уже нет сил то ползи к этой цели не можешь ползти просто в направлении этой цели да то есть сделай максимум усилий которые ты можешь и и даже если у тебя не получается в результате этого добиться поставленных задач или целей все равно у тебя будет такого чувства разочарования потому что почувствует ты сделал все это ничего не упустил лучше попробовать сделать что то что тебе нужно и пусть получится но если не не должно было получить чем не попробуйте потом жалеть вот может быть стоило попробовать то есть как бы ну я говорю о каких-то созидательных процессов не то что какой-то безумный риск там вот прыгнуть с крыши одного дома на крышу другого дома или не прыгнуть да то есть если это пустой риск такой при том очень серьезный риск то нет никакого смысла в этом и мы с вами также говорили на прошлых наших встречах что всегда наша реальность она строится во первых из наших из наших мыслей которые определяют которые понимают это наши чувства и уже тогда мы начинаем действовать базируясь на наших мыслях чувств и поэтому не умение скажем так не то что правильно продуктивно и и созидательно строить эту цепочку мысли действия чувства а ее мы именно можем строить потому что очень часто человек не учится контролировать эту цепочку и создавать ее то она создается спонтанно на базе эмоций эмоции они всегда уравновешены особенно если они не связаны с логикой человека начинает там просто нести в ненужном направлении и создает кучу проблем огромную кучу проблем вот и сейчас поговорим о трех признаках трех признаках жертвы жертвенности даже больше скажем то есть это не тот за кем кто-то охотится а это тот кто чувствует что ну к нему весь мир несправедлив да то есть все все не так и первый критерий который определяет жертву это то что человек постоянно обвиняет то есть он вот постоянно обвиняет вот все виноваты в его проблемах весь мир виноват вот ты не представляешь как как мне было трудно в детстве как у меня родители там неправильно меня растили воспитывали были грубые там жестокие или там воспитательница учительница друзья все вот либо все либо кто-то один вот из-за них я это это одно из определений человека который чувствует себя жертвой то есть что он абсолютно не руководит своей жизнью его несет по течению и он в этом не виноват а виноваты и идет целый список или один кто-то вот если бы он тогда так ко мне не отнесся так не поступил или не поступал то тогда бы это всегда как мы уже говорили не не продуктивно не результативно люди обвиняют также вот я ничего не добился в жизни потому что там жена мне не дала заниматься тем чем надо это муж меня угнетает и держит дома там не дает мне учиться не дает мне еще что-то такое на самом деле только каждый из нас сам может выбрать как относиться к происходящему и и как не относиться то есть если я чувствую что мне диктуют реальность то это говорит о том что я разрешаю чтобы ее мне диктовали но разумеется не идет речь там о каких-то крайних ситуациях хотя тоже можно посмотреть по-другому когда там не знаю не дай бог не про кого будет сказано человек попал в плен его там заставляют что-то делать не дай бог издеваются еще что-то такое и тоже как бы человек может выбрать как ему к этому относиться кстати люди которые оказывались в таких ситуациях выживали и как бы потом возвращались в свою реальность то они говорили что единственное что их спасло это умение держать как бы в своем сознании что я я решаю как относиться к этой ситуации то есть либо я испугался и сдался либо я верю в то что меня спасут или я спасусь и я верю что это все проходящее то есть человек может накачивать себя подобным образом как в хорошую сторону так и в плохую сторону яркий пример подобные ситуации разумеется в более легкой форме это когда помните когда в салочки играешь если ты кого-то бежишь догоняешь всегда догонять проще чем убегать потому что когда ты догоняешь ты сфокусирован значит на предмете за которым ты бежишь а тому нужно думать там как-то убегать выкручиваться и так далее и очень часто особенно дети когда вот играют так тот за кем бегут он начинает оборачиваться и видит что его уже догоняют из-за этого начинает там либо как-то нервно хатать либо останавливаться либо еще что-то потому что он чувствует что его догоняют его все равно догонят а тот кто бежит вперед да не оборачиваясь все силы и всю свою концентрацию направляя то чтобы все-таки вот удрать от преследователя у него больше шансов потому что он сфокусирован на том процессе которому сейчас максимально важен а не сбьется не пугается и так далее я слышал о том что есть сейчас уже исследования что немалую роль например вот смертность короны являлась играла играла психологическое состояние людей которые умерли то есть не только физическое состояние но и психологическое состояние то есть если человек был там не не выдержан да то есть он пугался входил в парническое состояние то это безусловно сказывалось его физическом состоянии и и это не только но разумеется мы не можем говорить там что было Что больше сыграло роль в причине смерти, в причине, скажем так, состояния, в котором люди были, очень значительную роль все-таки играло то, как человек к этому относился, насколько он боялся или он велся достаточно мужественно, холоднокровно. Это, безусловно, сказывалось на его состоянии и протекании болезни тоже. Итак, мы говорим о том, что есть три признака жертвенности человека. Первое – это то, что человек обвиняет всех. Не осознает, что на самом деле… или осознает, но не верит в то, что у него есть силы самому выбирать свой жизненный пункт. Теперь второй пункт – это когда человек постоянно оправдывается. То есть, знаете, когда человек говорит, ну смотри, ну вот у меня сейчас не получается, но сейчас ни у кого не получается. Посмотри, сейчас у всех, у всех как бы такой вот спад, дефолт, я знаю там, локдаун, все, что хочешь, да, поэтому ну как я могу? Ну вот я не могу. И опять же, понимаешь, вот если бы там, если бы усы Ивана Ивановича к носу, Ивана Никифоровича где-то было. Не помню, забыл уже. Вот, ну то есть, как бы, вот если бы баба да кабы, да, то есть когда человек говорит, вот как бы оправдывается в отношении своего неуспеха из-за того, что у него не было идеальных условий. Ну ни у кого нет идеальных условий. Вопрос, сколько ты приложил усилий. То есть, таким образом человек как бы создает для себя такую сладкую пилюлю оправдывающую, да, что вот я на самом деле, со мной все в порядке. Это вот обстоятельства, это вот другие люди, из-за них все. То есть, на самом деле, это на какое-то время, скажем так, обезболивает, да, понимание человека и осознание происходящего, но не решает проблему. Поэтому вот такое оправдывание себя, оно ни к чему не ведет тебя никто, никому это не интересно, в первую очередь тебе самому. Вместо того, чтобы искать веские причины, почему ты не смог, лучше потратить эти силы, так же, как во время игры в салочки, да. Не тратить силы на то, что ты понимаешь, что нет, ну меня все равно сейчас догонят, поэтому я уже могу не сопротивляться, а наоборот, стараться сделать до конца, как можно больше, для того, чтобы преуспеть. Теперь третий, третий компонент, это состояние жертвенности человека, это когда человек жалуется на все и на всех. То есть все не так, вот у нас сейчас в Израиле, там уже никак не могут создать правительство наши депутаты КНС, вот, никак не могут между собой договориться, мы уже четыре раза ходили на выборы, по сути дела выбирают все одних и тех же, ничего нового, и никак не могут договориться, скорее всего, по нашему законодательству будут пятые выборы. И все говорят, вот, если бы не эти, как бы все обвиняют оппонентов тех партий, за которые там люди голосовали, вот, если бы не левые, если бы не правые. В общем, опять же, да, идет оправдывание, идут жалобы, и если человек себя на этом уловит, нужно сразу это прекратить, потому что это опять забирает у тебя силы и ничего абсолютно не меняет в твоей жизни. Есть такая притча, что вот я ее слышал от имени праведника Раби Нахмана из Братслова, который говорил, что когда человек жалуется и говорит, что ему плохо, творец, у которого плохо не бывает, то есть все, что он делает для человека, это создано для человека, чтобы человек рос, развивался, и в конечном итоге ему было хорошо. Если человек жалится, как все плохо, то творец говорит, ты думаешь, это плохо, я тебе покажу, что такое плохо, ты еще увидишь, что такое плохо, чтобы ты понял, не дай бог, ни про кого из нас было сказано. А если человек говорит, слава богу, как у меня все хорошо, все замечательно, ну просто, просто великолепно, то тогда творец говорит, ты еще не знаешь, что такое замечательно и великолепно, я тебе покажу, что такое замечательно и великолепно. Мы с вами тоже об этом говорили, что мир нам отражает нас же самих, и когда мы проецируем в мир какую-то информацию, какое-то настроение, какую-то вибрацию эмоциональную, духовную, то нам это обратно возвращается. Поэтому мы, опять же, можем только выбрать, как нам к этому относиться, к тому, что происходит. И когда человек жалуется, что вот, ну все не так, соседи не так, и правительство не так, и что дальше? Ну ты сказал, вот все не так, и дальше что? И тебе что от этого? Опять будешь оправдываться, опять будешь, как бы, искать причины, почему ты не, зачем? Абсолютно ни к чему не ведет. Теперь, значит, подытожим, да, у нас три компонента, которые являются признанами того, что человек чувствует себя жертвой, либо обстоятельств, либо ситуации какой-то, либо еще чего-то, и он всегда обвиняет, он всегда оправдывается, он всегда жалуется. И если мы вдруг обращаем внимание, что мы или наши близкие вдруг начинаем так себя вести, нужно сказать себе «стоп», и постараться проанализировать, а почему это я сейчас вдруг так начал себя вести, а зачем мне это? Что я пытаюсь выградить, да, что пытаюсь себя оправдать, какое свое бездействие? Теперь мы переходим с вами к тому, поговорим о признаках того, что человек скатывается в депрессивность. Депрессивность, грусть, меланхолия, как хотите, называйте. Я еще раз повторяю, что мы не говорим о клинической депрессии, когда человеку нужна вот просто необходима профессиональная, чаще врачебная, лекарственная помощь. Мы говорим так «взгрустнулась». Человеку часто сложно абстрагироваться от этого состояния, но его затягивает как болото. Человек даже на это не обращает внимания. То есть первый признак депрессивности, что вы чувствуете, что вы как будто погружаетесь, втягиваетесь в негатив. То есть вот все не так и все плохо, и каждый день все время вот так, вот все время плохо. И нужно понимать, что невозможно, как бы, есть такая пословица, да, что сам себя из ямы там или из тюрьмы не выпустишь, да, должен быть кто-то, кто снаружи откроет ключик. То есть как барон Минхаузен, помните себя там за волосы, вместе с лошадью вытянет из болота, то по закону физики такого быть не может. То есть должна быть какая-то посторонняя сила, которая тебя вытянет из той системы, в которой ты находишься. Теперь это правильно относительно физических, ну, законов. Теперь относительно эмоционального закона мы, да, можем попробовать себя вытаскивать. Иногда, опять же, нужна помощь человеку. Лучше, конечно, если профессионал вам поможет вылезать из ваших, из вашей грусти, печали. Но можно и попробовать самому. Это то, о чем мы с вами и говорим. То есть из своих вот этих вот неправильных мыслей мы с вами говорили, что если из какие-то, мы уже себя знаем, что вот если я начинаю думать на тему какую-то, которая меня печалит, то просто не думать, если это не конструктивное размышление о том, как можно это изменить, то зачем об этом думать, особенно если это было в прошлом. Да, то есть вот ты не можешь изменить это прошлое. Можно, кстати, научиться думать об этом прошлом и чувствовать это прошлое по-другому, и тогда влияние прошлого на настоящее меняется в лучшую сторону. Но это уже другой разговор, а принцип, что да, я могу себя вытащить тем, что я не хочу быть занятым этим своим неприятным прошлым. Да, я не хочу втягиваться или не прошлым, а настоящим. Вот есть что-то, что мне не нравится сейчас в жизни. Я понимаю, что мне сложно поменять это, потому что действительно, ну, по объективным причинам от меня это мало зависит. То есть я должен пройти это испытание, это совершенствование, можно назвать его так. Так, я должен это все пройти и выйти на новый уровень какой-то, который я еще, может быть, даже не знаю. И поэтому я не хочу себя пускать вот в этот негатив, а я хочу думать о хорошем. Можно работать. У меня есть одна очень хорошая знакомая, друзья, и я, по сути дела, разумеется, не буду называть ее имя, но я обязательно ей покажу эту лекцию. И, по сути дела, вот ей часто приходится бороться со своей депрессивностью, хотя она очень живой человек, с потрясающим чувством юмора. Она очень мудрая женщина, она, ну, буквально с полуслова чувствует человек другого. Но вот у нее настолько этот механизм в течение жизни отлажен, вот влетание, утопание в этой депрессивности, и она так быстро и качественно умеет себя пугать, что она вот вгоняет себя в эту депрессивность, но просто ты не успеваешь глазом моргнуть, а она уже, все уже, уже утонула. Вот, и она очень податливо своим мыслям, вообще все люди вот в этом состоянии, они очень податливы своим мыслям и начинают себя пугать и накручивать, и уже что ты, откуда ты взял вообще это все, зачем ты, зачем ты так это все накручиваешь, любую ситуацию они трактуют в негатив. Например, она мне рассказывала там, что у нее на работе, ну, допустим, там тысячи ситуаций, кто-то огрызнулся там или кто-то, да даже не огрызнулся, а сказал, да подожди, ну что ты сейчас вот у меня, я сейчас не могу с тобой разговаривать. Все, она уже мне сразу звонила, она говорит, послушай, наверное, наверное, я-то думал, что там этот человек, он мой приятель, и мой сотрудник хороший по работе, а, наверное, я тут ненужный человек, и, скорее всего, меня хотят уволить, и начинает, и, как говорится, сам шучу и сам смеюсь, только здесь она сама пугает, сама пугается и настраивается, и может довести себя до слез, до очень тяжелых таких эмоциональных состояний. Когда мы с ней начинаем разбирать это, я говорю, подожди, тебе разве сказали уже тебя, что тебя уже увольняют, при том ее на работе обожают, она очень компанейский человек, она сразу находит со всеми людьми контакт, ну просто вот люби меня, но она при этом не разрешает тебе вот получать от этого удовольствие, и сказать, ну хорошо, этот человек, он был не в настроении, но все мы живые люди, и как мы можем не так отреагировать. Или вот там мне должны были перезвонить, и мне не перезвонили, ну значит, там, например, она там, я не знаю, анализы сдавала. То есть человек постоянно думает плохо. У нас есть повеление наших мудрецов, что нужно стараться думать хорошо. Думать хорошо. Думай хорошо, будет хорошо. То есть и судить всех в оправдании. Был такой мудрец, которого звали Раби Акива. И несмотря на то, что он был выдающимся мудрецом своего поколения, он зарабатывал себя на жизнь тем, что он нанялся на работу. Вот он нанялся на работу к одному человеку, отработал у него какое-то время. И пришло время, значит, возвращаться Раби Акиве домой. И он подошел к хозяину и говорит, ты мог бы со мной расплатиться, я вот законно работаю у тебя, как мы договаривались. И хозяин ему говорит, ты понимаешь, вот должен прийти, вернуться к каравану, который я там куда-то посылал. Они должны привезти деньги, они, видимо, запаздывают. Вот буквально со дня на день они должны вернуться. Подожди, пожалуйста, я с тобой рассчитаюсь. И Раби Акива говорит, ты знаешь, я должен вернуться тоже домой к определенному сроку. Я верю, что ты со мной рассчитаешься. Все будет хорошо, я тебе доверяю. Так вот, и Раби Акива отправился домой. И вдруг он видел за собой облако пыли, понял, что скачут какие-то всадники. Он испугался, думал, это разбойники. Оказалось, это хозяин со слугами догнал его для того, чтобы расплатиться с ним. И наши мудрецы говорят, что все-таки нужно думать о людях в оправдании. То есть не то, что тебя хотят всегда обмануть, а постараться думать в оправдании. То есть я не говорю о том, что не нужно быть наивным, если ты видишь, что перед тобой человек, который уже неоднократно тебя подводил, ты можешь думать в оправдании, но нужно реально относиться к ситуации. Но если ты знаешь, что человек порядочный, и с ним всегда было нормально, то не нужно вдруг начинать его опять обвинять, не дай бог, в какой-то непорядочности. Потому что то, что мы излучаем в мир, мир отражает нам. Теперь в связи с тем, что человек постоянно возвращается, вот ты пытаешься человеку помочь ему выйти из этой депрессии, выдернуть его оттуда, из этого болота. Человек все время от времени постоянно возвращается туда. Поэтому есть даже такое мнение профессиональное, что вот такого типа депрессивность – это то, что называется нарциссическое расстройство. То есть нарциссизм – это расстройство, когда вообще кто такой был нарцисс из мифологии. Это был мужчина, который сидел на берегу реки и все время смотрел на свое отражение, любовался собой. Теперь в психологии, психиатрии, нарциссизм называют состояние, когда человек сфокусирован только на своей персоне. То есть вот что самое, как я, а я, а мне, а куда меня. Получается, что человек не хочет выходить из жертвенности или из депрессивности. Тогда он боится потерять вот эту фокусировку на внимании к нему любимому. Тогда он, ну, как бы подсознательно чаще всего считает, ну, тогда я никому не нужен, тогда на меня вообще никто не будет обращать внимания. Знаете, как ребенок, который понял, что если он там начинает плакать, тогда к нему подойдут. Это уже как бы плохие предпосылки. Один из моих детей, сейчас он уже взрослый, у него своя семья есть. Я помню, что когда жена была чем-то занята, очень не могла там, либо по телефону разговаривала с кем-то, очень важный разговор был у нее, или чем-то она там на кухне не могла отойти от плиты, а он ее звал. И она к нему не подходила, не шла к нему в комнату. Мы его учили, ты подойди к маме, тебе же проще подойти к маме. А он хотел, чтобы мама подошла к нему. Тогда что он делал? Он опрокидывал какой-нибудь ящик с игрушками, создавал какой-то резкий, сильный шум. Жена пугалась, бежала в комнату, он сидел, улыбался и говорил, мам, ты пришла к нам? Но это ребенок, когда взрослый человек постоянно устраивает какие-то провокации, даже не осознавая этого, только для того, чтобы получить какую-то каплю внимания. Хотя это внимание тебе с удовольствием твои близкие и друзья дадут без того, что ты будешь несчастным. И наоборот, давай вместе будем счастливы и жить в радости. Поэтому люди себя ведут таким образом, и специалисты считают, что это даже такое нарциссическое расстройство, когда человек пытается притянуть к себе внимание такими, скажем так, нездоровыми путями. Теперь, значит, это был первый критерий депрессивности, когда человек постоянно втягивается в трясину негативизма. Второй критерий – это частое принятие неправильных решений, потому что человек, который склонен к депрессивности, он очень часто принимает решения в каком-то таком эмоциональном состоянии, либо возбуждении, либо, наоборот, угнетенности какой-то. И вместо того, чтобы спокойно, в спокойном состоянии подумать и логически обдумать ситуацию и прийти к какому-то решению, человек на эмоциях принимает это решение, и оно очень часто неправильно, потому что оно принято в состоянии аффекта такого. Там человек нервничал, или был обижен, или испугался, или сердился и так далее, гневался и так далее. И поэтому вот в таких состояниях, когда человек находится в депрессии, если он принимает решение, не успокоившись и как бы не дав своему интеллекту, своей логике возможность принимать участие в принятии данного решения, то риски очень увеличиваются, риски того, что человек принимает невыгодные, неправильные иногда, не дай бог, пагубные, какое-то влекущее каким-то негативным последствиям решение. Третий пункт – это склонность к обобщениям. Например, понятно, что наша жизнь она не идет по ровной такой прямой, у нас есть подъемы, спуски. Это нормальный, это естественный ход жизни. Чуть у человека что не так, моя жизнь не удалась, почему я такая несчастная или такой несчастный, не знаю, с каждым человеком может быть, не знаю, трубу прорвало дома, или какая-то авария произошла, что, слава богу, легкая там машину повредили, человек жив-здоров, ой, вот почему я такой несчастный, почему у меня все в жизни так плохо. Кто тебе сказал, что у тебя все плохо, у тебя все замечательно, в жизни просто замечательно. Ну, там случается, что такое, ну, хорошо, бывает, ты идешь, идешь, спотыкаешься, ну, даже, может быть, упал, даже поранил коленку, ну, кто не падал и не ранил коленки, особенно в детстве, да, ну, заживет, слава богу, а даже, если какие-то более сложные ситуации случаются, все пройдет, все заживет, все выздоровеет, все, как бы, вернется на круги своя, то есть, человек сразу обобщает, вот у меня что-то одно не так, все, значит, все не так. Если всегда человек, мне улыбался, а сегодня он пришел, и как бы, хмурый, и говорит, оставь меня сейчас, у меня нет настроения разговаривать, все, я ему не важен, меня не любит, там он меня, то есть, человек начинает себя придумывать, обобщать, никому это не нужно, в первую очередь, самому человеку, это опять запутывает, уводит в сторону, не нужно. Четвертый критерий, это вот, как бы это сказать, это постоянное возвращение в прошлое, и жизнь в прошлом, то есть, вот, очень часто тут у нас в Израиле, люди, которые приехали из бывшего Советского Союза, начинают вспоминать, как там было, какие должности они там занимали, какая квартира у него была, а вот здесь не так, а здесь хуже, а здесь то, здесь обратил внимание, что, и что вот тут вот, как бы их дискриминируют, потому что они из России, у нас тут даже есть такой анекдот, что там мы были жидов, с теми мордами, а здесь мы русские, вот, так вот, как бы нас дискриминируют, вот из-за того, что мы из России, мы плохо знаем ивриты, и мы говорим с акцентом, с русским и так далее, вот к нам плохо относятся, нам не дают хорошую работу, должности, зарплаты и так далее, на самом деле, положа руку на сердце, скажу вам, что вот человек, который, наоборот, вот, ну, было у меня там в прошлом, сейчас я живу вот в этом настоящем, я должен прикладывать определенные усилия, я должен стараться, я должен, как бы, зарекомендовать себя, то и человек по-доброму ко всем относится, благожелательно, улыбается, как бы, его все очень хорошо, здесь у нас в Израиле принимают, то есть люди очень такие теплые, замечательно просто, вот, а тот, кто создает внутри себя волну, что вот меня все обижают, ну, так вот он натыкается на тех, кто его обижает, вот, опять же мы возвращаемся к тому, что, что излучаешь, то и получаешь, то есть, знаете, как жвачное животное, вот оно пережевывает свою жвачку постоянно, вот она ее жрет, потом ее глотает, потом она ее опять отрыгивает, опять пережевывает, и пережевывает, и пережевывает, это опять же склонность к депрессивности, то есть человек не видит, никаких возможностей вот в настоящем да не стремится в будущее то есть он таким образом как бы оправдывает свою немощность и никчемность опять же субъективную которую он чувствует может на самом деле может быть это все не так и я встречал людей которые вот там вот так вспоминали и горевали что вот как все плохо и как все и каким-то вот образом человеку удавалось кому кто-то помогал он куда-то устраивался на какую-то работу по специальности вдруг расцветал потому что он попадал вот в свою сферу до деятельности в которой он действительно профессионал и все он расцветал их хорошо зарабатывал его и благоустраивал свой быт свою жизнь и ну как же ты же говорил что вот все так плохо мне ты знаешь вот потом вот как-то вот она ни в коем случае не нужно жить прошлом даже если она очень хорошая была создавая себе такое же хорошее настоящее потому что что было то было и также очень часто люди пережевывают прошлое которая которая был негативным да то есть ну как ты мог нет как ты мог как ты мог так поступить или так сделать или вот так чтобы тебя облапошили да то есть ну как ты человек да отстаньте вы уже от меня ну вот ну ну сделать уже сто лет прошло я уже уже забыли нет но как ты мог да и вот это постоянное возвращение подкалывание щипание забольное то есть это это разрушает отношения это создает какое-то напряжение ненужное или обвинение себя нет ну как я мог как я мог да да там не знакомые одни есть они приехали из грозного в израиль еще видим ну да до того как началась там война и вот значит хозяин ну то есть мужчина бывший хозяин своего хозяйства там дом у него был говорит как вот я вот я так дешево продал его там за несколько тысяч вот если бы я еще чуть-чуть остался на послушай вы слава богу уехали спокойно там потом началась война такие ужасы о чем ты вообще говоришь а да 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 ты прав ты прав и вот он забывается опять нет ну как я могу так дешево я продал то есть но вот человек сам себя якорит в этом прошлом и и просто ну можно сказать издевается над собой это опять же никому не нужно поэтому переживание пережевывание прошлого абсолютно непродуктивно это один из признаков депрессивности ни к чему хорошему не ведет и последний критерий депрессивности о котором мы говорим это нереальные надежды на что-либо да что в примере как бы я не помню если такая пословица на русском но я знаю что на и зрите есть такая пословица что размер разочарованию он всегда прямо пропорционален размеру ожидания то есть чем больше ты ожидаешь вот вспомните даже какие-то ситуации своей жизни абсолютно спокойно например там приближается какое-то празднование там праздники просто или вообще там какой-то банкет какая-то дата вот чем больше ты ожидаешь и готовишься скажем так не то что ты должен действительно подготовить да там чтобы это все прошло нормально а именно твои ожидания и переживания эмоциональные вот насколько ты хочешь от этого от всего получить удовольствие им сложнее тебя от этого получить удовольствие потому что ты уже себя настолько накачал ты себе уже такого на воображал нафантазировал что реальность она обычно ну нет не то чтобы хуже но она не то что ты себе представил кстати по поводу моей очень хорошей этой знакомой которая вот и сложно думать в позитивную сторону она себя пугает постоянно ей как-то сказал игры посмотри вот из всего того чего ты боялась мы с ней знакомы уже вот 9 лет из всего того чего ты боялась ведь ничего не случилось в той в той мере и тем образом которым ты себе это представляла абсолютно никогда и она сказала да ты прав она как бы нашла все мужество сознаться в этом но в момент истины да то есть когда вот что-то происходит она опять начинает пугать себя то есть для того чтобы это прекратить нужно просто развивать привычку реагировать по-другому сейчас будем говорить как это будет нашим сегодняшним упражнением то есть что значит нереалистичное ожидание например ну когда я беседую с группами молодежи или не молодежи по поводу создания браков на создание семьи психологии семейных отношений так далее целая наука очень интересная разнообразная я объясняю что то что мы все каждый из нас ожидает от своей пары абсолютно не будет соответствовать тому что будет на самом деле поэтому чем меньше ты вообще от кого-либо ожидаешь не только в семейных отношениях но и также в деловых отношениях там в дружеских отношениях то есть чем меньше у тебя ожиданий от человека тем как бы любая мелочь позитивная будет тебе приятно потому что если у тебя много ожиданий то позитивные мелочи они как бы не будут цениться твоей реальности и в твои в твоем эмоциональном восприятии поэтому вот очень часто когда работаешь с парами там муж с женой начинают предъявлять друг другу претензии вот я бы хотел вот так она вот так она говорит а я от него ожидаю вот такого а он вот так а а он и она вообще способны на то что ты от него ожидаешь а у а он и она вообще знают о том что ты это от него ожидаешь самая такая частая особенно у женщин фраза когда им говори что вот ты на него обижаешься что он что-то не сделал ты бы ему объяснила вот что тебе важно чтобы он поступил так то и так то вот все очень часто женщина это говорит а он сам что не понимает но конечно не понимает раз вот он тебя любит он хочет чтобы дома было чтобы ты была счастлива чтобы дома было тихо разумеется ему не сложно сделать так как ты хочешь но он об этом не знает просто почему он не догадывается ну тут вот он не догадывается так скажи ему уже упрости упрости ситуацию себе и близкому человеку очень часто как бы дети очень несчастливы из-за того что родители от них ожидают чего-то того что ребенку абсолютно не свойственно и очень часто ожидают родители и толкают детей туда где у них у самих ничего не получилось то есть чтобы свои какие-то комплексы неполноценности ну нельзя на живых людях особенно детях делать эксперименты поэтому нужно быть очень осторожными и потому что когда ребенок слышит что он не оправдал ожидания родителя особенно в чем-то том в чем даже не знает и не предполагает как нужно ему оправдывать эти ожидания и он не понимает чего от него хотят и вообще ему это не интересно то чего от него хотят то что можно ждать от от этого ребенка и даже взрослого человека теперь для того чтобы не впадать вот в эти вот состояния для того чтобы этого не происходило я вот хочу вам предложить такое упражнение которое можем сделать вместе и оно помогает осознать более глубоко ситуацию в которой мы находимся в данный момент и также дает инструменты для того как постепенно выходить из этой ситуации упражнение и подход в принципе называется конкретизация то есть когда мы начинаем конкретизировать что бы то ни было мы начинаем связывать наше эмоциональное отношение с нашим осознанием нашего разума да и это очень плодотворный конструктивный подход и процесс которым постоянно нужно пользоваться например обвинение там да мы говорили что вот когда человек чувствует себя жертвой он обвиняет он и человек говорит вот там меня никто не понимает да вот брошено такая вот такое обвинение теперь если человека спросить что ты имеешь в виду скажет ну вот меня не понимает вот мне плохо а меня не понимает то есть уже не то что меня не понимает а мне плохо меня не понимает а кто тебя не понимает Но никто меня не понимает. Нет, подожди, что совсем никто не понимает. Вот я же тебя понимаю, ты со мной говоришь, я тебя понимаю, я тебя слышу. Я уже понял, что тебе плохо, значит, я пытаюсь тебя понять. Помоги мне понять тебя. Но понимаешь, меня не понимают. На работе на меня наваливают кучу заданий. Я просто взыгаюсь и не успеваю, меня ругают. Никто не понимает, как мне тяжело. А, так на работе тебя перегрузили. Понятно. А дома как дела? Нет, дома все замечательно. У меня замечательная жена, потрясающие дети. Так ты же сказал, что тебя никто не понимает. Значит, жена понимает? Да, нет, жена у меня все нормально, жена меня понимает, конечно, понимает. На работе меня не понимает. Так, хорошо, значит, дома все в порядке, на работе тебя не понимает. Тебя никто на работе не понимает? Вообще никто не понимает? Да нет, у нас потрясающий коллектив, у нас все очень хорошо. Но вот понимаешь, вот сейчас пришли какие-то там, пришел какой-то заказ, над которым мы работаем, и вот там те, кто заказчики, они давят на нас, у них сроки поджимают, а с нас требуют. А, так у тебя, значит, на работе все это заказчики, на вас давят, да, вы как бы в цейтноте в таком. То есть, значит, тебя на работе тоже понимают, а кто тебя не понимает? Ну, значит, эти заказчики, они не понимают, что мы так быстро не можем им выдать качественный результат. Ну, хорошо, и что? Ну, вот все плохо, ну, как же все плохо? Давай подумаем, а как можно вот с заказчиками поговорить и объяснить им, что можно, как в том анекдоте. Помните, как один пришел шить брюки к портному и говорит, мне нужно быстро, недорого и качественно. Он говорит, вам нужно как, чтобы было по фигуре или побыстрее, да, то есть, либо костюмчик будет сидеть, либо, то есть, быстро, качественно и дешево не бывает, да. То есть, нужно объяснить заказчикам, что если они хотят получить качественный результат, то неважно, к кому они обратятся, как бы это займет время, и они должны это понимать. И уже сами решать как-то свои проблемы. А, хорошо, вот я действительно с ними поговорю, потом перезваниваю через какое-то время. Ты знаешь, я им объяснил, они сказали, мне там качество очень важно, поэтому не торопитесь. Все. Оказывается, у человека из того, что его никто не понимает, оказалось, что на работе какая-то ситуация, в которой он просто не знал, как подойти к ее решению. И вот поэтому он себя напугал и загнал, вот сам себя загнал в какие-то страхи, в какую-то реальность, в которой вот он один-одинешенек, и никто его не понимает, и с ним вот так все сложно. Теперь, для того, чтобы начать учиться, выходить из каких-то кризисных эмоциональных ситуаций, я вам предлагаю сделать вот такое упражнение. Взять какое-то несложное действие или процесс, который вы выполняете каждый день. Например, ну, например, самое простое возьмем. Как я готовлю себе, допустим, утром чашку кофе или чашку чая, кто что пьет, или там стакан воды себе наливаю. Неважно, вот кто как утром там первое какое-то вот такое поглощение чего-то выполняет. Теперь, можно сказать, ну, что ты не понимаешь. Ну, как, ну, завариваешь чай там, или завариваешь, кипятишь чайник, завариваешь кофе, или варишь кофе, или заливаешь растворимый кофе, добавляешь, не добавляешь сахар там, и выпиваешь. Что тут? Нет, не так. Да. Представьте себе, что вы объясняете это человеку, который вообще никогда в жизни ничего подобного не делал. С вами вы объясняете. Вот нужно взять чашку, да, чашка – это такой предмет, в который можно налить жидкости, из которого приятно пить там чай или кофе. Потом берешь кофе. Кофе – это порошок размолотых зерен, который сначала выращивают, потом собирают, потом обжаривают, потом их перемалывают, и вот заваривают получившийся порошок, заваривают как кофе. Вот. Нужно налить столько-то, а потом ставишь чайник. Так. Объясняете сами себе, что такое чайник, сколько туда нужно налить воды из крана. Открываешь кран, наливаешь чайник, включаешь чайник, если он электрический, или ставишь там на газ на плиту, как вы там кипятите свою воду. Да, потом заливаешь этим кипятком кофе с сахаром или без сахара, размешиваешь ложечкой, берешь ложечку, размешиваешь, потом обоняешь, потом пробуешь, не очень ли горячее или не очень ли холодное, и вот пьешь и получаешь удовольствие. Да? Вот до абсурда просто разложить какое-то простое действие, там или как вы чистите зубы, или как вы умываетесь, или как вы моетесь, или как вы одеваетесь, неважно что. Можете даже вот по нескольким таким процессам пройти. Это приучает наш мозг, наш образ мысли к правильному восприятию и правильному разложению на составляющие всего процесса. То есть, как мы с вами сейчас уже говорили, что очень часто человек чувствует себя жертвой или чувствует себя в какой-то грусти, там, из-за того, что он просто обобщил, или там у него были завышенные какие-то ожидания, или он там опять ушел в прошлое, сравнивает его с той ситуацией, в котором мы стоим, и так далее, и тому подобное. И вот он принял в результате, пришел к неправильному выводу. Если вы будете делать вот такие упражнения, вот такой конкретизации, кстати, с помощью этой конкретизации очень хорошо отслеживаются, отрабатываются элементарные блоки, которые связаны с подсознанием, и, может быть, когда-нибудь с вами будем говорить о том, как вот можно заниматься конкретизацией какого-то эмоционального блока, начать его понимать, осознавать. И когда его конкретизируешь, он начинает, так как он структура, ну, скажем так, негативная, ненужная, да, он начинает просто разваливаться от ваших вопросов, человек просто чувствует облегчение, вот физическое, эмоциональное облегчение прямо вот здесь и сейчас. Поэтому овладеть такой конкретизацией – это очень хорошо. Во-первых, вы поможете себе понимать себя, вы будете удобны для себя, более удобны для себя, вы станете более удобными для окружающих, потому что тогда, осознавая, что иногда нужно очень подробно и спокойно и терпеливо до кого-то что-то донести, особенно для ребенка, особенно если у ребенка есть какие-то изначально сложности с восприятием, да, то спокойно конкретизируя, то есть разбирая на самые мелкие составные то, о чем вы хотите говорить или объяснять, то это очень часто помогает, люди успокаиваются, им все понятно, ну, вам могут сказать, что ты мне как дураку, я тебе не как дураку, я просто не хочу, чтобы ты нервничал, не хочу, чтобы у нас было какое-то недопонимание. Поэтому если я в чем-то там, ну уж как-то слишком, да, перегибаю палку, ты меня извини, это не потому, что я думаю, что ты там умственно отстал, а потому что я, мне важно, чтобы ты все очень досконально понял. То же самое относительно себя. Вот такое упражнение советую вам всем делать. Вопросы? Вопрос от меня. Откуда эта техника конкретизации? Техника откуда? У Рава Фангера. Во-первых, ну это очень распространенная техника в психотерапии, конкретизация, то есть когда человек вот делает какое-то обобщение, сам себя пугает, и с помощью этой конкретизации ты человеку показываешь, работа со страхами, с блоками, ты человеку показываешь, что на самом деле все не так, как он себя пугал. Вот то, что мы говорили в прошлый раз по поводу детей, например, когда ребенок там боится, что под шкафом кто-то, и кто его схватит, да, то один из видов конкретизации, это когда ты включаешь свет, вместе с ребенком лезешь под шкаф, показываешь ему, что там как бы никого нету, кто бы мог его схватить. Вот, и он тогда успокаивается. Ну практически это... То есть очень часто конкретизирует. Да, Заш? Но сам себе, либо с помощью терапевта... Терапевт ему подсказывает, что он учит, неважно кого. Разбирая, он видит это сам. Ну, разумеется, наводящие... Да, да, наводящие вопросы там... Человек часто очень понимает абсурдность, очень хорошо, если человек начинает смеяться, понимая абсурдность своих страхов, тревог и так далее. Блин, ну это... Это очень терапевтический... Терапевтический коучинг, один из аспектов. Ну, можно назвать это как угодно. Пользуются кто угодно. Люди иногда любят конкретизацию тех... Например, я помню, преподавателям я объяснял, которые работают с детьми, да и не только с детьми, я объяснял, что конкретизация, когда человек говорит, я не могу, я не могу это делать, я не понимаю. И, да, знаете, такое вот начинается... А-а-а, я не понимаю, что ты не понимаешь. Я не могу это сделать, давай посмотрим. Вот это ты понял? Понял. А это понял? Понял. А это я не понял. А, так ты вот это не понял. Давайте еще раз объясню. Чтобы понять, в чем нужна помощь, куда направлять ресурсы и усилия. И чем более точечно выбирается, вот через конкретизацию определяется вот место, в котором нужно приложение каких-то усилий, тем быстрее, эффективнее наступает результат желанный. Вопросы? Бывали ли у вас случаи, когда вот, например, к вам человек приходит, у которого на самом деле везде плохо, с семьей плохо, с детьми плохо, на работе плохо, и как вы им помогаете, что вы им советуете? Смотрите, я, во-первых, сейчас объясняю, что то, что у него плохо, это как бы не в осуждении человеку, это твоя привычка воспринимать ту реальность, которая происходит. Я могу с тобой согласиться, что у тебя есть очень много сложностей в жизни. Бывает, да. Но сказать, что вот у тебя все плохо, это неправильно. Потому что все относительно. По-моему, я вам рассказывал, что у меня был случай в жизни, когда мне было лет 19, я уже был в Израиле, и я проходил практику в больнице в травматологическом, нейрологическом отделении, и там был парен один, который на мотоцикле разбился, повредил все шейные позвонки, он был полностью паразован, только голова у него говорила, там он глазами смотрел, дышал, вот, разговаривал без остатки такой, бывший такой жигола. Красавец. И там всем медсестрам подмигивал, но абсолютно не мог двигаться. И такой он циничный очень такой вот прожигал жизнь. Молодой ему было там 20+. И как-то я пришел на смену и увидел, что он плачет, у него у нас, значит, срозы текут, и прям схлипывает. И он говорит, ты не представляешь, у меня сегодня получилось ложкой зачерпнуть кашу из теки и донести эту ложку до рта. Он говорит, ты не знаешь, что это такое, ты просто не понимаешь. Говорит, это может понять только человек, который этого лишился. Понимаете? И для меня это, на меня это оказало такое впечатление, что я всю жизнь это запомнил, что вот у него было плохо, у него было хуже, чем у меня, когда мне плохо, да, когда у меня какие-то сложности в жизни. Мои жизненные сложности, они решаемы. Знаете, как у евреев у нас в Израиле говорят, что если у тебя есть какие-то проблемы, которые можно как бы деньгами решить, то это не проблемы, а расходы, да. То есть жив, здоров, проснулся сегодня, улыбаешься, видишь своих близких, слышишь, дышишь, видишь, ощущаешь, слава тебе, Господи, живой, здоровый, а все остальное будем работать, будем прикладывать усилия, будем добиваться. Поэтому, когда человек приходит и говорит, у меня все в жизни плохо, ну, понятно, он как бы в такой, в депрессивности он привык обобщать все в плохую сторону. Начинаешь с ним разбираться и смотришь, что да, есть сложности, но опять же, есть много каких-то хороших вещей, на которые человек не обращает внимание, говорит, ну, это понятно, что у меня хорошо, а вот посмотри, как у меня плохо, опять тебя вот тянет в это болото, да. Это привычка, то есть такого человека нужно, если он хочет, нужно его тренировать, как бы не лезть туда в это болото. Разные техники, подходы, можно попытаться помочь. Еще вопросы, пожалуйста. Не складывается ли у вас ощущение, когда вот, что вы, ну, вашу энергию забирают, вот вы вот все время один пришел, поговорил, излил весь свой негатив, другой пришел, то же самое, и вы вечером никакой просто, вот, такое не бывает, что просто человек забирает вашу энергию люди все, вот вы им позитивом делитесь, вы их учите жить, как, что и правильно делать. Ну, смотрите, это очень часто задаваемый вопрос. И для того, чтобы такого не происходило, а такое происходит практически со всеми людьми, деятельность которых тем или иным образом связана с общением, с помощью другим людям, с консультированием и так далее. для того, чтобы из тебя не вытаскивали энергию, вернее, ты ее обычно сам отдаешь. Для этого человек должен осознать не только на уровне понимания, но и на уровне ощущения и действия, что весь мир – это лишь проявление Творца, и вся энергия, которой ты пользуешься, – это энергия Творца. То есть ты работаешь не на своей внутренней энергии, ты не закрываешься, как система, и говоришь, вот то, что внутри меня есть, на этом я работаю. А через тебя постоянно циркулирует энергия. И тогда в разы уменьшается, я не могу сказать, что 100% вообще нету какой-то усталости, но она в разы, если не в десятки раз, уменьшается. И скажу вам даже больше, что когда вот в таком состоянии работаешь с людьми, у меня были случаи там, когда где-нибудь в других странах там с утра до вечера идет прием, потом еще реакция, и то есть ты начинешь с 7 утра и заканчиваешь там запомню. Вот, и казалось бы, ты должен быть вымотан, как вот, я не знаю, как тряп. На самом деле у тебя настолько накачан энергия, потому что через тебя для других столько прошло, что нужно как-то заземлиться. Ну, я, например, заземляюсь тем, что мне нужно либо что-то поесть, либо хотя бы чуть-чуть посмотреть какое-нибудь дурацкое кино. То есть вот отвлечься, да? И тогда вот ты успокаиваешься, ты можешь идти спать, отдыхать. До такой степени ты, наоборот, не опустошаешься, а набираешься этой энергии. Если захотите, как-нибудь можно будет об этом поговорить, как-то делать, посвятим этому. Да-да. Вот. Ну, спасибо за внимание. До следующих встреч. Всего доброго. Всем, Саша, огромное спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо.